Один из старейших высокогорных аулов Дагестана – Карада. Место, где по-прежнему чтят традиции предков, как бы это ни было тяжело и невзирая на соблазны современного мира. Как один из примеров – это общественная пекарня. Раз в неделю возле дровяных печей в селе собираются женщины и пекут хлеб на всю округу. Побывала на месте и наблюдала за процессом, и наш корреспондент Луиза Раджабова ей слово. Купить хлеб в магазине или приготовить дома – нет, такой простой способ им не подходит. Хозяйки старейшего аула Карада не изменяют традиции. Хлопоты их нисколько не пугают. Взяв 20, а то и 30 ведёр с тестом и охапку сухих дров, раз в неделю они раздают хлеб на всё село. И сегодня, например, старая женщина это раздаётся на всю село. Видели, это старое село, есть ещё там около школы, новое селение у нас. И там раздают. Это около 250-300 хлеба нужно делать нам. Строение из местного камня устроено так, что дым быстро уходит наружу. В тесном помещении большую часть занимает сама печь. Места совсем немного. Поэтому внутрь заходит по очереди. В дни перед большими событиями бригады патрихозяйки сменяют друг друга раз в полчаса. К приготовлению хлеба относились очень серьёзно. Считалось, что в плохом настроении его печь ни в коем случае нельзя, потому что тесто не поднимется и обидится. Также желательно было печь его с четверга на пятницу. Тогда запах доходил до предков. И розданный в этот день садака считался на радость и жителям тоже. Бет-сарапчет. В переводе с аварского означает «хлеб на опаре». Тесто замешивают из муки двух видов – пшеничной и кукурузной. Немного соды, соли, сахара. И вот, всё готово. Вот эта печка сделала моя мама. Фундамент сделала. И шагом это камень тоже таскали сюда. И эта земля тоже, и шагом тоже взяли сюда. И вот так, в первый начало, вот так делала она. Все тоже, кто хочет, чтобы в своём месте тоже люди делали такие. Нам много садака делали в то время. Сейчас это осталось один в этой селении. Место опечи считалось женским гадыканом. Горянки обменивались новостями и выпекали хлеб на неделю вперёд. Точно зная – никто голодным не останется. Для женщин, работающих на поле, это было очень удобно. Выручала запасы тогда, когда в дом приходили гости. Когда это Уроза-Байрам, Хурбан-Байрам, это не останет. Всегда работает. Каждый год ремонтуруют. Каждый, это бывает, мавлиту делают, в то время ремонтуруют. Собравшись у печи, они обязательно найдут, о чём поговорить. И не забудут отправить кулинарное видео в город. Вот такой вот симбиоз древних традиций и современных средств связи. Луиза Раджабова, Гаджи Магометов. Новости ННТ. Гунипский район. Карада.